В начале своей проповеди я хочу задать вам неожиданный вопрос. Думаю, вряд ли вы ожидаете, что я спрошу об этом вас. Но подумайте, что вы думаете о ревнивых людях? Поднимем палец вверх, вниз или скажем, it depends. Я, наверное, отношусь к третьей категории, скажу, it depends. А теперь послушайте текст, который я хотел бы прочитать. Здесь будет говориться не о людях, здесь говорится о Боге. Но есть качество, качество ревнителя. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, исход 34,14, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель. Он Бог ревнитель. Современный перевод. Чужим богам не поклоняйтесь, ибо Господу имя ревность. Он Бог ревнивый. Этот закон или принцип был озвучен почти за полторы тысячи лет до рождения Христа. Он остается актуальным, он остается нормативным и в наше время. Есть только одна проблема, друзья. Это мы с вами, это люди. На протяжении веков философы, социологи, антропологи пытались выделить какую-то грань человеческой личности человека в виде определенных латинских терминов. Я думаю, вы все знаете такой термин. Homo sapiens. Человек разумный. Есть homo faber, еще один, этот человек творящий. Есть homo ludens, человек играющий, или homo ludens. Есть homo universalis, универсальный человек. Это речь идет об энциклопедистах, об эрудитах. Его иногда называют homo universalis, человек универсальный. Наверняка некоторые из вас слышали о homo советикус, человек советский. Те из вас, кто родился в советское время, прожил в это время достаточно долго, наверняка что-то унаследовали от homo советикус. Но есть еще один термин, который также вводится, ввелся уже в обиход. Это homo adorans, человек поклоняющийся. По сути, все люди являются представителями этой категории, категории человека поклоняющегося. Поклонение отдельная большая тема в христианстве. В семинариях его преподаются, этот предмет как бы отдельно, в качестве отдельной дисциплины. С самого начала своего существования человек всегда был, есть и останется существом поклоняющимся. Но, к сожалению, объектом поклонения не всегда был только живой творец, только истинный Бог. Солнце, луна, звезды, камни, стихии, животные, рыбы, птицы, человек. Для кого-то что-то из этого списка было когда-то, в какие-то времена объектом поклонения. Если вы думаете, что язычество ушло куда-то, осталось где-то в далеком прошлом, то вы очень ошибаетесь. Миллионы людей сегодня из маленьких стран, из огромных стран, таких как Индия и Китай, поклоняются разным богам, причем множеству всевозможных богов. Кроме того, есть масса приверженцев, знаете, таких, я называю их, экзотических или странных религий и культов. Вы удивитесь, но есть, существует церковь Диего Марадоне. Такой был футболист, уже он умер несколько лет назад. Так вот, еще при жизни, в общем, в 90-х, фанаты этого футболиста создали церковь. Немножечко в насмешку, но тем не менее, есть церковь, есть поклонники и адептов этой секты, или этой религии, можно сказать, тысячи по всему миру. В основном, конечно, это Латинская Америка и прежде всего Аргентина. Есть церковь эвтаназии, вот той самой эвтаназии, когда человеку делают инъекцию и отправляют в мир иной. И сторонники этой эвтаназии как раз за то, что мир, видите ли, слишком переполнен людьми, и необходимо как-то сокращать рождаемость, сокращать народонаселение. Где-то в Индии поклоняются мотоциклу. Есть религия, чьи адепты поклоняются компьютерам или микрочипам. Якобы Бог, согласно их убеждению, это компьютерная программа, которая была когда-то разработана космическими пришельцами. И так далее. То есть, видите, каждый поклоняется, кому во что гораст, как говорится. Кто во что гораст, тот ему и поклоняется. И это только, знаете, самые безобидные объекты поклонения. Есть вещи, которые уведут нас, наверное, далеко от темы моей проповеди. Но есть даже самое маленькое, так сказать, исследование этого вопроса удивит вас и даже шокирует, чему человек может поклоняться и поклоняется. Человек всегда поклонник. Причем все без исключения, даже самые убежденные атеисты, каждый поклоняется кому-то или чему-то, личности, вещи или идеи. Можно сказать так, скажи, кому ты поклоняешься, кого почитаешь, и я скажу, кто ты. Если вам трудно сразу определить, кому вы поклоняетесь, выясните, что находится в центре вашей жизни, потому что это то, ради чего вы живете, и это и есть объект вашего поклонения. Задумайтесь, почему люди, созданные одним Творцом, настоящим Богом, единым Богом, по Его образу и подобию перестали поклоняться Ему. Есть несколько причин. Я хотел бы сейчас поговорить о поклонении со знаком минус. Мы сегодня говорили с вами о вере, которую требует, которую хочет видеть в нас Господь. Мы говорили, первый проповедник говорил об едином Боге, которому мы поклоняемся. И вот мне бы хотелось объединить вот эти темы, темы единства Бога, нашего Бога, и тему поклонения, тему веры посредством нескольких размышлений о том, почему люди поклоняются не тому Богу, с чего все это началось. Вы знаете, началось это с одного процесса, который можно назвать одним словом – «замена». В истории человечества самым роковым шагом была подмена или замена Бога на другие объекты поклонения. В послании к римлянам, 1 главе, 25 стихе, апостол Павел пишет, «Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца». Заметьте, не просто поклонения, но и служили, то есть задействовали руки, ноги, задействовали самих себя, все свое естество для служения чему-то, кому-то, но не живому Творцу. «На земле было только одно лицо, достойное поклонение и прославление – это Иисус Христос. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими» – Иоанна 1 глава. «Ну а те, кто не приняли Бога, как насчет них?» Люди, и это не только евреи, в основной массе своей, братья и сестры, продолжают искать заменителей Бога, как единственного достойного объекта поклонения. Итогом такой подмены стала ситуация, описанная апостолом Павлом на несколько стихов ниже. Я прочитал 1.25 из послания к римлянам. Прочитаем римлянам 1.28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непосредства». Вы знаете, с заменой все более или менее ясно. Если у кого-то из нас, не дай Бог, появится какой-то интерес на стороне, а у вас уже есть законная жена, поверьте мне, законная жена поймет, что она не одна единственная для своего мужа. Замена есть замена. Замена происходит везде. Иногда люди меняют друзей, иногда правильно они это делают, что меняют, потому что бывает человек в плохой компании, ему надо избавиться от этой плохой компании, найти друзей получше. Бывают самые разные замены в жизни. Проблема в том, братья и сестры, что люди изначально живут с заменой в сердце. Им может казаться, что это их выбор, что их объект поклонения – это real deal, как вы говорите здесь в Америке. То, что надо, но это не так. Причем не обязательно, чтобы человек назвал предмет своего обожания Богом. Дьяволу достаточно, что ваша душевная энергия будет отдана кому-то другому, но не живому Творцу, а какому-то лже-башку, даже если вам и в голову не придет называть этого лже-бога Богом. Дорогой друг, я обращаюсь к тем, кто еще на пути к познанию Бога. Если в вопросе твоего поклонения произошла подобная метаморфоза, подобная замена, то есть что-то другое занимает место истинного Бога, место Творца и Спасителя, будь это вещь, неодушевленный предмет или живое существо, то сегодня прекрасный момент, очень прекрасный момент, чтобы признаться себе и живому настоящему Богу в этой замене. Попросить у Него прощения, попросить Его стать центром вашей жизни. Это важно сделать сегодня, потому что фальшивый предмет поклонения может создать иллюзию настоящей духовной жизни, но в конечном итоге Он ничего не сделает для вас, ничего хорошего. Он вас не спасет, Он вас не поддержит, Он вами не будет руководить, Он на вас не поведет в правильном направлении. Наоборот, Он создаст чувство пустоты, чувство вакуума в вашей жизни. И от этой пустоты недалеко и до депрессии, до тоски, до смертной тоски, до отчаяния. Второй момент, который касается поклонения со знаком минус. Его можно называть так, если первое – это замена. Вот у нас есть трон, на который восседает Господь, должен восседать Господь, но у вас или у кого-то вместо Господа находится кто-то или что-то другое. Второй пункт или второе поклонение со знаком минус. Я его называю смешение. Есть такой еще, знаете, теоретический такой термин – синкретизм. Это и есть смешение. Смешение, когда человек игнорирует принцип поклонения единому Богу-творцу, и даже при искреннем желании обрести какую-то духовность, обрести веру, он неминуемо начинает поклоняться собирательному образу несуществующего божества. То есть в некий собирательный образ он добавляет, берет что-то из одной религии или из Библии, берет что-то откуда-то из другого источника, и вот с миру по нитке он начинает создавать себе свою религию. Ему кажется, что это тоже real deal, что это здорово, что он придумал что-то новое, что он нашел тот самый ключик, которого, видите ли, нет ни у кого, но у него он есть – заветный ключ к Богу. Когда-то реформаторы выработали пять сол, так называемых. Вы знаете, некоторые из них – это и соло скриптура, наверняка вы знаете, это только Писание, только вера, только благодать, только Христос. Но там есть одно соло, которое мне очень нравится, и многие из вас его знают тоже наизусть. По-латыни это звучит как «соли део глория». Что означает «только Богу слава», только Богу слава. И вот принцип «только Богу слава», соли део глория, подтверждается во многих текстах Писания. Мы читаем, начиная с Исхода. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Исход 23. «Вспомните прежде бывшие, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Исайя 46, 9. «Так говорит Господь царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф, я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Исайя 44, 6. Мне нравится, я всегда вспоминаю в связи с этой темой, как раз искушение Иисуса Христа, и когда Христос, наконец, говорит сатане, говорит дьяволу, «Сатана, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Ему одному служи. Акцент на этом надо делать. Вы знаете, классическим примером такого типа поклонения, когда смешиваются, когда берутся разные религиозные идеи из разных источников, является история, описанная как раз в 4 книге царств. 4 царств, 17 глава. Это история падения Северного царства. В конце 8 века, в 722 году, Самария пала под натиском ассирийской армии. И когда это произошло, ассирийские монархи, императоры сталинскими методами выселили всех израильтян, заселили на их место пришельцев из других частей империи. И вот в этой каше, так скажем, религиозной, воспитывалась, взращивалась новый этнос, который поклонялся разным богам. Причем Господь посылал пророков и призывал этот народ поклоняться одному единому Богу. Но они этого не делали. Они поклонялись и Богу, земли той, то есть Яхве, Господу, и поклонялись своим божествам, еще многим другим. То есть их религиозное меню было настолько щедрым и богатым, что надо было, наверное, целый каталог составлять для того, чтобы выяснить, кто кому, какому Богу поклонялся. К сожалению, из всех голосов, которые слышал и которым повиновался этот народ, они не услышали глаза Божьего. И сказано, народы сие чтили Господа, но и истуканам своим служили. А теперь подумайте, как вы думаете, правильно ли чтили эти народы Господа, если они продолжали служить своим истуканам? Конечно же нет. Такого быть не может. Вы знаете, есть еще один пример, он менее яркий, возможно, но он также присутствует в Ветхом Завете. Наверняка вы знаете историю Неймана, исцеления Неймана. Мы ее слышим, о нем проповедуют, о Неймане и о его исцелении. Об этой истории говорят учителя воскресной школы. Замечательная история, но не все знают концовку этой истории. Концовка истории очень тоже, я бы сказал, поучительна, потому что Нейман хотел передать Елисею подарок, дар. Елисей отказался. И далее речь Неймана, я цитирую. И сказал Нейман, если уже не так, то пусть дадут работу твоему земли, сколько снесу два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. И вот здесь можно было бы сказать, задержись мгновение. А почему бы не поставить здесь точку? И мы бы сказали, слава Богу, Нейман тоже познал живого Бога. Он тоже обратился. Он тоже один как бы из нас. Но далее он продолжает. И говорит, только вот в чем да простит Господь раба твоего, когда пойдет Господин мой в дом Римона. Римон – это сирийское божество, божество ветра, дождя, божество бури. Так вот, говорит, когда пойдет мой Господин для поклонения, а там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем. Видите? Вот оно. С миру по нитке. Я вроде признаю живого Бога, вроде все хорошо, но позволь мне взять, сделать для себя маленькое исключение. Вот с таких маленьких исключений начинаются большие падения, большие отступления, и в конце концов мы возвращаемся к первому пункту. Этот пункт гласит замена, замена Бога. Вы знаете, почва, на которой возникает вот такое смешанное поклонение, это отсутствие реальной духовной жизни, это отсутствие познания Бога, твердых знаний Писания. Вот когда вы знаете, что человек не знает Писания, он так живет по мотивам как бы Писания, вот тут вот начинается народное творчество, начинают возникать вот такие вот интересные моменты в поклонении. Да, вот мы уже слышали о мифах, о легендах, о магии. Да, и магия – это еще одна вещь, которая присутствует в таком поклонении. Сколько мы читаем, особенно в 90-х годах, было объявление о том, что приходите ко мне, я даю ответы практически на все вопросы, исцеляю. Сколько целительниц, знахарей и прочих эскулапов доморощенных, которые обращались к народу. Одна даже написала, снимаю любовный приворот без греха и увечья для соперницы. То есть такой, знаете, бонус, как бы гуманный подход такой для тех, кто придет. Вот поклонение многих, если не большинство людей сегодня, знаете, как раз такого смешанного типа. Испоминается эпизод из одного фильма, там будет разговор двух полицейских. И один спрашивает, ты что, в Бога веруешь? А другой отвечает, да так, по обстоятельствам. Так вот, вера по обстоятельствам приводит вот к такому поклонению, смешанному поклонению. Поклонению только по большим праздникам. Поклонению Богу плюс. И вот вы можете перечислить. Мамона, страсть какая-то, мечта какая-то, идея какая-то и так далее, и так далее. Вот это вот смешанное поклонение, оно присутствует сегодня во многих, во многих местах. И многие люди исповедуют как раз такой неугодный Богу тип поклонения. Мы сделаем маленький перерыв, мы дадим возможность тем, кто приготовил что-то, стихотворение или пение, поучаствовать в программе. И через несколько минут мы вернемся и продолжим наше размышление. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить хор за такую замечательную программу, за пение, стихотворение. И все по теме, все очень глубоко, и оно касается, касается всех нас. Мы с вами говорили о замене, мы с вами говорили о смешении в вопросе поклонения. Есть еще одна проблема, которая преследует многих людей. Я называю это имитацией или вера и поклонение из страха, из, может быть, чувства выгоды или еще каких-то других неправильных мотивов. В книге пророка Исаии, в 29 главе, есть такие слова, это 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чстит меня, сердце же его далеко отстоит от меня. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». До чего изучаются заповеди человеческие, подумайте. Возможно, для того, чтобы касаться, казаться благочестивым, чтобы человек мог казаться благочестивым на его, на наших, на человеческих условиях. На самом деле, братья и сестры, люди, которые имитируют поклонение истинному Богу, в какой-то момент согласились или соглашаются довольствоваться видимостью вместо реальности, вместо чего-то настоящего. Я могу привести пример или аналогию. Представьте себе, что у нас есть свадьба, и на свадьбе есть все, все, есть праздничный стол, есть гости, есть речи, есть поздравления, но нет главного, нет жениха и невесты. Вот что-то подобное происходит вот с имитацией, имитация настоящей духовной жизни, имитация поклонения. К огромному сожалению, в вопросе веры и поклонения весьма много людей пребывает, я бы сказал, в царстве теней и видимостей. Что-то где-то в какой-то иной момент промелькнет, но признаков настоящей духовной жизни, настоящего поклонения мало или их совсем нет. Не вспоминается отрывок из одной книги Владимира Войновича, он описывает гибель трех советских космонавтов, это было еще в начале 70-х годов. И интересно, как он описывает там, как диктор на советском телевидении рассказывал о том, что произошло. Вот он пишет, он говорит, дорогие товарищи, у нас тряслась, вместо того, чтобы сказать, у нас тряслась беда, диктор очень торжественным, как всегда, тоном сообщил, что полет космического корабля успешно завершен. Во время полета были достигнуты какие-то цели, конкретные цели, были своевременно выключены, включены, вернее, тормозные двигатели, корабль вошел в плотные слои атмосферы, совершил мягкую посадку в заданном квадрате или районе, космонавты были найдены на своих местах. И тут вот, пишет Войнович, диктор сменил тон с торжественно триумфального на торжественно печальный и закончил фразу «без признаков жизни». Все было замечательно, только каких-то признаков не оказалось. Вы знаете, вот то же самое мы можем сказать об имитации, имитации духовной жизни. Поклонение вот таких людей, сторонников, такого подхода к поклонению очень напоминает спектакль или оперу в оперном театре. Прекрасное представление, красивые декорации, но если присмотришься, то можно рассмотреть, что эти декорации сделаны из фанеры, стены из текстильной ткани, смотришь, они иногда могут так колыхаться. И вот такая картонная реальность вполне годится, конечно, для двухчасового представления, но не более того. Любая попытка отнестись к этому антуражу серьезно, конечно, обречена на провал. Проблема в том, что миллионы людей, миллионы людей сегодня живут в таком картонном мире, принимая за чистую монету все, что считают по-настоящему ценным в своей жизни. И изредка только возможно, когда-то, когда защемит сердце почему-то не от мира сего, они вдруг чувствуют, что у них есть все, есть многое, но нет главного. И вот при таком поклонении, конечно, и речи не может идти о живой Божьей вере. Вот мы сегодня с братом одним поговорили, он сказал, надо было сказать не истина, а Божья вера. Поэтому я добавляю еще это слово и для этого брата, если он есть здесь, и для всех остальных. Действительно, нет истинной Божьей веры. Я как-то вспоминал, это неделю назад, по-моему, в понедельник на разборе со старшей группой, вспоминал один пример, рассказанный мне моим другом, это американец. Когда-то он много лет работал у нас миссионером. И вот однажды он посетил Голландию. Посетил Голландию и посетил одну из старейших церквей, протестантских церквей Голландии. Берите сразу, 400 плюс лет, то есть 420-430 лет. Старая очень церковь. Это было накануне 500-летия реформации, празднования этого праздника замечательного. И он встретился с пастором этой церкви. Пастор церкви рассказал ему о своей общине. Он рассказал ему об истории церкви. Он провел экскурсию, показал, возможно, могилы известных прихожан, потому что там при церкви было и кладбище. Одним словом, много рассказывал. И вот этот друг мой говорит, хорошо, это все замечательно, но это прошлое. А как же настоящее? И вот этот священник говорит, нет, ну как же, вы не думаете, что мы зациклены только на прошлом. Мы делаем что-то и в настоящем времени. То есть, например, мы скоро собираемся привести конференцию на тему, является ли Иисус единственным путем к Богу. И вот на эту конференцию мы пригласим представителей других религий. Мы пригласим и мусульман, конечно же, и буддистов, конфуцианцев и так далее, и других, возможно. И, конечно же, мой друг не удержался, чтобы не спросить его. Говорит, ну, надеюсь, вы расскажете, конечно же, о том, что Христос действительно является единственным путем к Богу. И то, что он услышал в ответ, повергло его в шок, потому что этот священник, этот пастор говорит ему, о, вы знаете, я еще сам в этом не уверен. Возможно, эта конференция, он говорит, поможет мне как-то определиться. И, глядишь, как-то сообща, мы придем к какому-то единому консенсусу по этому вопросу. Понимаете, вот вам пример, очень яркий пример к этому третьему пункту. Пункту имитации или пункту чего-то, что вроде бы похоже на настоящую веру. Но, тем не менее, так весьма далека от настоящей веры и настоящего поклонения. Что я хочу вам сказать, кроме того, что, братья и сестры, говорил Христос в Евангелии, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Без поклонения истинному Богу, без Бога в жизни нет самой жизни. Есть только физическое существование, только видимость настоящей жизни. Почему мы должны поклоняться одному Богу? Ну, во-первых, потому что по-настоящему Богом является только одно существо, наш Бог-творец. Подобно как у нас с вами не может быть больше одной души, так в мироздании не может быть больше одного Творца. Именно этот Творец ожидает от нас, во-первых, настоящего обращения к Нему, возвращения к Нему через покаяние, через настоящее поклонение, осуществляемое, движимое, живой Божьей верой, а не предрассудками и нашими человеческими представлениями. Во-вторых, этот Бог-творец говорит о себе следующее. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель. Он Бог – Ревнитель». И мы с вами возвращаемся к этому термину – Ревнитель. Вы знаете, мы живем в мире, в котором верность одному считается чем-то отжившим, чем-то устаревшим. Светские психологи уже давно установили и во всеуслышании объявили, что мужчины, например, по природе полигамны, то есть многоженцы. И они говорят, что нельзя удержать их возле одной жены. Природа, видите ли, такая. Поэтому ревновать глупо. И действительно, в наше время слово «ревность» имеет практически исключительно отрицательный термин. Вспоминаются слова Шекспира. «Ревность – это зеленоглазое чудовище, насмехающееся над жертвой, которую пожирает». Человеческая ревность иногда действительно имеет такой характер и такие границы. Но есть одно из определений, которое заставляет нас вспомнить о Боге. Это определение ревности, как нечто или кто-то нетерпимый к соперничеству и неверности. Нетерпимый к соперничеству и неверности. И вот это определение можно отнести и к Божьей ревности. Она не похожа на нашу эгоистичную любовь. Его сердце выражает рвение защищать тех, кто принадлежит ему по творению и по спасению. Он сотворил нас, чтобы мы познали Его и наслаждались им вечно. Бог желает быть всем для нас. Он хочет, чтобы мы не видели высшего блаженства и цели вне Него. Вы знаете, Бог не хочет, чтобы мы ценили Его благословение больше, чем Его самого. Тем более Он не хочет, чтобы мы расходовали себя на поклонение идолам, коим несть числа. Поэтому Бог и говорит, я Господь, это имя Мое, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам. История человечества, братья и сестры, ее можно изучать как историю развития извращенного поклонения от повиновения глазу змея и поклонения лжеобразу человека, так до явного и тотального отвержения Бога и поклонения врагу, Бога и человека номер один в конце времен. В книге Откровения есть такие слова, которые буквально устрашают, потому что сказано «И дивилась вся земля», это 13 глава, «вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Вот он, апогей отступления человечества от поклонения истинному Богу. Вы видите, к чему идет история человечества, история поклонения вообще. С начала времен и до сих пор идет постоянно ожесточенная борьба за центральное место в нашей жизни. Это центральное место, я называю это зоной поклонения. Это трон, на котором кто-то всегда восседает или что-то, ибо свято место пусто не бывает. К сожалению, если там восседает не Бог, а что-то или кто-то другой, то это место никогда не будет святым, равно как и никогда не будет вакантным. В заключение я бы хотел, чтобы мы с вами еще раз задумались о том, что представляет из себя наше поклонение. Потому что всякий раз, когда мы выбираем другого, происходит промах. Не то, не туда, не о том. И даже если нам может показаться, что это вполне то, жизнь очень скоро покажет, что все это действительно не то. Вам и пальцев не хватит, чтобы перечислить все эти не то. Если вы хотите найти свое то без Бога, просто почитайте книгу Экклесиаста, и это поможет вам сэкономить время в поисках. Итак, я завершаю свою проповедь. Я бы хотел задать всем нам вопрос. Вопрос очень элементарный, вопрос простой. Кому поклоняешься, дорогой друг? Кому твоя душа поет песни хвалы? Давайте задумаемся над этими вопросами. Даже если вы сегодня вместе с остальными, вместе с церковью пели гимны прославления живого Бога, но, возможно, в душе этому Богу отведено только периферийное место, а центр занят чем-то другим. Не думайте, что без Бога вы сможете разобраться и найти свой правильный объект поклонения. Увы, этого мы не можем делать по причине нашей греховности. В произведениях одного английского писателя, Джерома Джерома, там есть в одном из произведений главный герой. Такая курьезная сцена, потому что этот главный герой начинает читать медицинский словарь. И по мере чтения он обнаруживает у себя все болезни, которые там перечислены, кроме родильной горячки. Знаете, вот действительно, иногда мы это делаем. Думаю, может быть, я и этим тоже болен. Так вот, есть болезнь, которой болеют все приходящие в этот мир. Эта болезнь называется грехом. Тотальная греховность. Когда-то в ветхозаветные времена люди с подозрением на проказу на голове или на бороде приходили к священнику, который осматривал их. Если он находил углубление в коже, пожелтевший волос, что он делал? Он объявлял человека нечистым. Если же этих признаков болезни не обнаруживалось, то священник должен был заключить такого больного на семь дней, по прошествии которых он опять осматривал его. И вот в книге Левитт, 13 главе, там есть такие слова. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса. Он нечист. Так вот, братья и сестры, чтобы объявить человека грешным, не надо искать желтоватого волоса. Не надо искать, присматриваться, так сказать, выникать в нюансы. Потому что без искупительного воздействия Бога мы поражены грехом с ног до головы. И есть только один шанс исправить положение – примириться с Богом, принять Христа и поклониться одному истинному Богу на Его условиях. Если вы относитесь к категории одной из категорий, возможно, даже вы одной ногой находитесь в одной категории, а другой – другой, перечисленных мной, категории поклонения со знаком «минус», то задумайтесь о том, чтобы найти себе достойный объект для поклонения, которым может быть только один Господь. Откройте сердце Богу истинному. Пригласите Его занять главное место в вашей жизни. И тогда наступит долгожданная гармония, которую вы, возможно, ждете. Она наступит. Вместо видимости будет реальность. Вместо замены будет настоящая суть. Вместо смешения будет только Он – живой и спасающий Бог. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо.